Встреча с генконсулом Республики Узбекистан. Как вы знаете, очень много реформ сейчас в Узбекистане положительно во всех сферах деятельности. 20 лет кафедре государственного и муниципального управления Казанского Федерального Университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Александр Фирсов. 17 октября в режиме видеоконференц-связи состоялось подписание дополнительного протокола к меморандуму о взаимопонимании между Казанским Федеральным Университетом и Университетом Анкары. Подписи под документом поставили ректор Казанского Университета Ленар Сафин и ректор Университета Анкары Нэшдет Юнивар. Дополнительный протокол подразумевает развитие сотрудничества и укрепление связей между вузами, а также определяет условия использования образовательной платформы Studerus, разработанной в КФУ для изучения русского языка как иностранного. Ректор Казанского Университета отметил, что подписание протокола – серьезный шаг в развитии сотрудничества между двумя вузами с момента заключения меморандума о взаимопонимании в 2019 году. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной и образовательной платформы сферам с использованием российского мессенджера VK Messenger. Значит ли это, что WhatsApp и другим любимым приложениям пришел конец? Минпросвещение России рекомендовало регионам запретить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. В частности, речь идет о WhatsApp, Viber и Skype. Ведомстве пояснили, что ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации. Однако там не уточнили, идет ли речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона. Участники родительских чатов в ряде российских регионов сообщили, что родителям школьников учителя рекомендуют перенести свое сообщение из иностранных мессенджеров. Так, в Нижегородской области они советуют исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов, а в Амурской создают чаты для родителей в Телеграме вместо уже предпочитаемого теме WhatsApp. Был популярный Facebook, сейчас он ушел, был популярный Instagram, сейчас его замена пришел TikTok. TikTok тоже через пару лет заменит какая-то другая новая популярная сеть. Также была мода на WhatsApp, сейчас большинство пользователей приезжают в Телеграм. Но для образовательной среды и поддержки российского программного обеспечения, мне кажется, эта история отчасти правильная, в том плане, что контент, он будет все-таки под лучшей модерацией и более адресной. О возможном переходе зарубежных сервисов на российские аналоги эксперты говорят уже давно. Еще в апреле Минцифра составила список соцсетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. Оно рекомендует соцсети ВК, Одноклассники, Япи, Ярус и Мой Мир. Также мессенджеры Телеграм, Там-Там, Тенчат, ICQ и Фризби. Страницы в соцсетях к 1 декабря обязаны появиться у государственных органов и подведомственных им организациях. В сентябре правительство утвердило две соцсети, пригодные для исполнения этого требования – ВКонтакте и Одноклассники. Мне кажется, что позитивно скажется в первую очередь на российском рынке IT-индустрии, в том плане, что больше пользователей будет пользоваться российским программным обеспечением, что полетят за собой инвестиции как внутренние, так и внешние, от рекламодателей и так далее. По словам экспертов, регулирование родительских чатов – скорее частная инициатива на уровне учителей или директоров школ, при том, что WhatsApp уже не первый год служит учителям для решения рабочих вопросов, переписки с родителями и учениками. В целом, уход WhatsApp с телефонов российских граждан будет печальным для всего населения без исключения, ведь тогда интернет-мир лишится величайших мемов из родительских чатов. Блин, я падаю, блин. Столько домашней работы им дают. Окружающий мир пять листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. Им вообще обнаглели. С ума сходят, что ли, они? Я Сабина, мама. У Сабины кроссовка потрелся. Он уже неделю домой идет, кроссовка нет, говорит. Ваш класс поставил он. Куда он пропал? Кто у вас берет? Или учителя берет, или уборца берет? Отметим, что идея перевести учителей школы, преподавателей вузов на отечественные мессенджеры прозвучала еще в 2021 году в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Ну а чего ждать дальше, покажет время. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошла встреча иностранных студентов Института психологии и образования с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насреевым. Подробнее смотрите в сюжете. 14 октября иностранным студентам Казанского федерального университета представилась возможность лично встретиться с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насреевым и задать ему все наболевшие и интересующие их вопросы. Генконсул выразил благодарность вузу за содействие, а после рассказал студентам об истории и работе консульства. У нас очень хорошие, теплые отношения с университетом. Сейчас мы проводим встречи с нашими студентами и первокурсниками, и теми, которые заканчивают. И цель нашей встречи заключается в том, что информирует наших граждан о происходящих изменениях в широкомасштабных реформах Республики Узбекистан. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Студенты поднимали актуальные темы самой разной направленности, начиная с образовательного процесса и заканчивая вопросами проживания на территории Российской Федерации. Как вы знаете, очень много реформ сейчас в Узбекистане положительно во всех сферах деятельности. Это и в экономике, это и в политике, это и в культуре, это и в социальных сферах. Напомним, что в 2021-2022 году в Казанском федеральном обучаются более 10 тысяч иностранных граждан из 101 страны в мире, в том числе Узбекистана. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз. 17 октября кафедра государственного и муниципального управления Казанского федерального университета исполнилось 20 лет. Об истории кафедры, ее работе и выпускниках узнаете в сюжете. Ему с днём рождения! 17 октября свой 20-летний юбилей отмечает кафедры государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. На мероприятии присутствовали студенты кафедры, а также директор Института управления экономики и финансов. Я считаю, что это одна из самых лучших кафедр, которые существуют не просто в Казанском федеральном университете, но и в Институте управления экономики и финансов. Кафедра государственного и муниципального управления была образована 17 октября 2002 года. Главной задачей кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов, менеджеров в области государственного и муниципального управления, владеющих современными методами управления. Кафедра готовит государственных и муниципальных служащих. Обучение предусматривает бакалаврскую, а также магистерскую программу. Кафедра дает образование очень широкого спектра, управление, экономическое направление и правовое направление. К слову, большинство студентов начинают работать по специальности уже сейчас. В недавнем времени я стал советником молодежного правительства «Перекоменять министров» и стал советником агентства инвестиционного развития Республики Тарстан. В принципе, с этим агентством и хочу связать свою дальнейшую жизнь. С 2011 года на кафедре открыты следующие направления подготовки бакалавриата. Региональное управление, управление городским хозяйством, коммуникации в государственной и муниципальной сфере. Также кафедра осуществляет подготовку магистров по направлению «Государственная политика и управление». Аделина Абдрахманова, Фарид Захи Туглы, Универтньюс. Во дворце культуры «Энергетик» состоялся день первокурсника набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Все подробности – далее. Во дворце культуры «Энергетик» состоялся день первокурсника набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Началось мероприятие с напутственных слов Махмуда Ганеева, директора института. Я всегда приветствую вот такие мероприятия, выступления. Почему? Дело в том, что ребята очень важны в жизни опыт публичных выступлений. Вы скоро будете, через 4 года, большими начальниками, руководителями обязательно. Я надеюсь, поэтому мы вас учим. И, конечно, вы будете работать своим коллективом. А выступать перед людьми – это очень сложно. И тогда вы можете поймёте своих преподавателей, которые вам читали лекции, а вы ещё не даже шумели в это время, когда он вам что-то говорил. То есть это не так всё просто – выступать перед людьми. И вот сегодня у ребят есть такой шанс, возможность попытаться выступить перед людьми, когда на себя смотрят в сотни глаз. Это всё очень непросто. Но это такой хороший, необходимый опыт. Поэтому я хочу сейчас пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего настроения и удачи. Основной темой концерта стало пиратство. В качестве атрибутов артисты использовали пиратский кодекс и стиль одежды. В программу вошли выступления вокальной студии «Нью Войсес», ансамбля «Фор Уолтс», вокально-инструментального ансамбля «Нино», танцевального коллектива «Фрагмент» и театральной студии «Чизкейк». Я очень приятно удивлён. Наши девочки, мальчики, наши все студенты прям хорошо выступили. Мне очень понравилось. Было очень классно, было волнительно, было интересно. Мы неделю, две недели готовились к этому дню. Очень все ждали, очень боялись, переживали. Но всё прошло на ура, и мы очень рады. Было, конечно, тяжело каждый день приходить с утра до позднего вечера. Это всё репетировать. Но, в принципе, результатами всё, что вышло, довольно. Впечатления яркие, эмоциональные. Видно, как первокурсники старались, они хорошо поработали. И мы, соответственно, тоже благодаря им зарядились. Подготовка к фестивалю длилась около двух недель. С раннего утра и до позднего вечера артисты репетировали свои номера и сводили их в общую программу. Атмосфера единения, которая зародилась за время фестиваля, одна из основ успешной адаптации первокурсников в новой среде. Как признаются сами студенты, заряд энергии на грядущий год им подарила не только программа фестиваля, но и мелочи, создающие антураж, декорации, костюмы, да и в целом название программы «Попутного ветра». Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникаций, Набережная Челнинского института КФУ. Универ-Ньюс. В высшей школе государственного муниципального управления состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. Основной темой программы стали современные подходы к управлению сельскими поселениями. 15 октября в рамках проекта «Новый педагогический класс города Казани» состоялся мастер-класс «Эффективная коммуникация. Личный бренд учителя 21 века». Он был подготовлен институтом психологии и образования Казанского университета, а ведущей выступила студентка 4-го курса Эльза Азизова. Обучающиеся 10-го класса узнали о том, как строится эффективная коммуникация в пространстве школы, познакомились с правилами построения личного бренда в эпоху цифровых технологий и этическими нормами для будущего педагога. Ребята узнали о правилах цифровой гигиены и создании элеватор-питч. Особый интерес у участников мастер-класса вызвал тренинг по развитию компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!